И многие компании из разных регионов с удовольствием пользуются, в том числе и продвижение через павильоны пищевой продукции и субсидирование части затрат на логистику, на сертификат продукции, на компенсация затрат на участие в выставочных каких-то мероприятиях, на неокоро-амалагацию. Пока предоставление этих мер поддержки, связанных с компенсацией части затрат, осуществляется для всех компаний. Здесь не обязательно иметь сертификат, сделанный в России для получения этих мер. Но мы потихонечку движемся в сторону, чтобы компенсацию, все меры поддержки, так или иначе, в первоочередном порядке получали все-таки компании, продукция которых имеет сертификаты, сделанные в России. Почему? Потому что, наверное, не мне вам рассказывать, на внешних рынках в первую очередь востребована продукция, для которой есть подтверждение, что она российская, что она действительно надежная и качественная, а не только произведена просто в территории России. Мы сталкиваемся с этим, вот сейчас прорабатывая разные провинции Китайской Народной Республики, в Эмиратах, в Собосской Аравии, такой же подход. Вот поэтому это сейчас не обязаловка, но, на наш взгляд, получение птички является таким хорошим билетом в мир экспортных возможностей, которые представляет российский экспортный центр. Поэтому, пожалуйста, поизучайте, подумайте, очень ждем вас, наряду с теми уже не одной сотни компаний, уже тысячи видов продукции у нас сертифицированы, сделаны в России. Пожалуйста, присоединяйтесь, будем вас ждать. Алексей Викторович, разрешите вопрос по презентации. Там были представлены ряд партнеров, которые добровольную сертификацию, ЦСМ, там у нас Республики Татарстан почему-то не представлено. Что нужно сделать для того, чтобы наш, я так понимаю, это центр стандартизации метрологии? Да, давайте я с ними свяжусь по поводу сотрудничества. Они нам направят заявление на вступление в партнерство. Мы дополнительным соглашением подпишем с ними партнерство. Потому что мы же говорим, что вы можете обратиться, а наши предприниматели, ну, обратиться в другой регион, ну, это как бы надо заводить. Нет, я поддерживаю полностью, надо выстраивать для компании из Татарстана работу через Татарстан, безусловно. Да, это, я думаю, будет проще. И потом вот по поводу сертификата халяль. Я так понял, что это только Росаккредитация, что ли, дает этот халяль? То есть, получается, обычно же во всех субъектах есть духовное управление мусульман, которое дает этот значок халяль. То есть, этот значок духовного управления мусульман не признается, как, ну, уже добровольной сертификацией? Смотрите, есть духовное управление мусульман, называется МЦИС-Халяль орган. Он неопредитован на территории Российской Федерации. Вот по партнерству мы их принять не можем в связи с нашими правилами. Но если сертификат от МЦИС-Халяль был выдан по GSO-2055, это требования международные, то МЦИС-Халяль признается на территории шести стран. Это КСА, УАЭ, Малайзия, по-моему. Ну, и если сертификат был выдан в связи с этими требованиями GSO, то мы выдадим сертификат, сделанный в России, так как в правилах у нас это указано. Я понимаю, это же только вот этот сертифицирующий орган, насколько я помню, был придом в Москве, и то у них вроде отобрали сейчас эту функцию, что они сертификат халяль дают. Потому что я же даже ездил в Эмираты, в Дубай, встречался с шейхом, который именно вот этого института развития, который занимается аккредитацией этих сертификационных цен. У нас только в России один был, и то мне сказали, что у него отобрали этот функционал. А может, я вот тоже подключусь? Насколько я знаю, московские думы, они в этом году аккредитацию либо прошли, либо проходят. Они недавно в Малайзии летали даже по этому поводу. Ну, видимо, значит, будет, но у нас, видимо, когда татарстанских очень мало будет. Даже Рустем забыл, как фамилия, замминистра медсельхозы, он недавно тоже там был вместе с ними, кстати, вроде. Все понятно. Тогда, значит, по партнерству, значит, надо, мы тоже с нашим центром метрологии проговорим, с Олегом Евгеньевичем, я его знаю прекрасно, чтобы этот процесс ускорить, можно вам будет. Да, можете предоставить им наш контакт, мы с ними связываемся, либо вы вышлите нам их, чтобы побыстрее. Тогда предлагаю презентации все-таки тогда конкретизировать вот эти вещи, которые вы межстрок сказали. Мы тогда эту презентацию разместим, у нас есть достаточно обширная группа, не только среди экспортеров, а вообще предпринимателей Татарстана. Мы начнем продвигать эту историю, чтобы максимальное количество предприятий узнало и начало там этим вопросом заниматься. Договорились? Спасибо. И презентацию, как договорились, и вышли для распространения. Хорошо. Так, по магазинам АПК мы дальше двигаемся, да, Алексей Викторович? Да, есть предложение. Коллеги, всем добрый день. Сегодня я хотела бы рассказать вам подробнее о программе продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки через павильоны российского экспортного центра. С 2017 года российский экспортный центр совместно с Минсельхозом реализует данную программу. И целью данной программы является продвижение продукции именно агропромышленного комплекса российских производителей и повышение узнаваемости наших компаний на зарубежных рынках посредством размещения продукции через демонстрационно-дегустационные павильоны. Все это происходит под брендами «Сделано в России» и «Будфутраш». Продвижение продукции направлено на все сегменты рынка – B2B, B2C и B2G. Компаниям доступны следующие инструменты, предоставляемые на бесплатном основе. Это доставка образцов продукции от склада компании до склада павильона, размещение продукции в павильоне, продвижение продукции в интернет-магазинах и социальных сетях, проведение промо-акций в популярных супермаркетах, выход в торгово-розничные сети. В том числе туда включены аренда полок, перевод этикеток, размещение в интернет-магазинах. Также можно получить услугу как регистрация продукции для ввоза и поиск потенциальных дистрибьюторов. В 2022 году российский экспортный центр провел программу реинжиниринга, и по итогам данной программы у компании появилась возможность выйти на сегмент B2C. Задумку удалось реализовать за счет перераспределения расходов средств субсидий на одну из самых дорогостоящих услуг, оказываемых в рамках программы. Эта услуга называется листинг. Листинг – это вхождение в розничную сеть, либо в электронно-торговую площадку, тот же самый Marketplace. Это подразумевает под собой внесение товарной единицы, то есть СКЮ в ассортимент сети. При принятии решения о листинге российский экспортный центр для российского экспортного центра приоритетом является и пользуются те компании, у которых есть сертификат Made in Russia, о котором ранее рассказывала Малика. С сентября 4 квартала 2023 года у нас подача заявки на размещение продукции в павильонах реализована через информационную систему «Одно окно» на платформе «Мой экспорт». То есть сейчас процесс подачи заявки полностью у нас происходит в электронном виде. Для участвовать в программе у нас могут различные компании, как малые компании, так и крупные предприятия. А также с принципиально 2022 года такая возможность появилась и у индивидуальных предпринимателей. На текущий момент сеть павильонов у нас действует в шести странах. Это Китайская Народная Республика, Вьетнам, Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия. При рассмотрении заявки оценка будет проводиться на основании следующих критерий. Это проверка возможности осуществления экспортных поставок в указанную строку, страну, извините, отнесения продукции к категории в соответствии с кодами ДНВЭТ, которые мы на ежегодной основе получаем от Министерства сельского хозяйства. В данном списке у нас есть как приоритетные категории продукции, так и неприоритетные. Также будет учитываться оборот компании за последний отчетный период, за последний отчетный год, объем экспорта компании за последний отчетный год, наличие поставок в регион расположения павильона. Если у нас компания хочет выйти с продукции животного происхождения, то также будет учитываться наличие аккредитации в системе сервера. Помимо этого, учитывается наличие сертификата на рынке павильона, наличие зарегистрированного товарного знака в стране, адаптация продукции под рынок павильона, размещен ли товар на маркетплейсах, либо же в розничных сетях, наличие сертификата Made in Russia, наличие дистрибьютора на рынке павильона. Все эти критерии достаточно важны при рассмотрении заявки. И также со своей стороны хотела бы дать небольшую рекомендацию для компаний, которые хотят разместить образцы своей продукции в павильоне. У нас на нашем сайте Российского экспортного центра в свободном доступе размещены контакты наших операторов. И просьба компаниям предварительно связываться с нашими операторами. И перед подачей заявки с операторами можно заранее проговорить о продукции, с которой компания планирует выйти рынок. А также можно предварительно получить консультацию о требованиях по виду продукции, для того, чтобы понимать, сможет ли, например, компания адаптировать продукцию, консультацию о логистике и консультацию по требованиям различных сертификатов и разрешения для того, чтобы разместить продукцию в данной стране. Ну вот, если кратко, о программе это все. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, я дополню несколько. Значит, сухой остаток по этой программе. Если есть у вас пищевая продукция, причем даже включая корма для животных, у нас по номенклатуре тоже проходит, тоже можно использовать механизм продвижения и для этой продукции. Значит, то, что от вас нужно? Подать заявку через портал мойэкспорт по видам продукции и чтобы стать, чтобы ваша компания стала резидентом нашего павильона, чтобы вот эти виды продукции физически встали на полки наших павильонов в тех странах, которые вы сочтете для себя нужными, интересными. И далее все. На этом, в принципе, с вашей стороны работа заканчивается, начинается наша работа, работа нашего оператора в соответствующей стране. У нас в каждой из шести стран разные операторы. Ну, кроме одного, у нас один оператор на Саудовскую Аравию и на Бинюнер-Арабский Амират. И далее уже наши операторы организуют поиск потенциальных потребителей, вхождение на маркетплейсы и так далее, и так далее. То есть идет работа по поиску рынков сбыта, каналов сбыта и одновременно консультирование вас по этикетке, по консистенции, чтобы это лучше все продавалось. Значит, вот было сказано, что в шести странах у нас эти павильоны на самом деле, ну, например, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турция являются своего рода хабами для сопредельных государств. То есть в реальности продукция, поиск потенциальных покупателей осуществляется даже в большем количестве стран, чем, собственно, шесть, которых в павильоне присутствуют. Это раз. Второе. По Китаю. Китай большой. Официально у нас один павильон в Шанхае, но мы сейчас ведем такую очень быструю работу по внедрению наших павильонов по всему Китаю, во всех 34 административно-территориальных единицах Китая, там 22 провинции, города, автономной области и так далее. Вот 34 единицы. Мы открыли буквально пару недель назад в Харбине, в провинции Хэлуньцзян, павильон, ну, как бы филиал павильона шанхайского. В остальных провинциях также будут такие условные филиалы. То есть это точка присутствия постоянная, там можно прийти попробовать вашу продукцию. И ведется работа по поиску, вне зависимости от вашего участия непосредственно, операторам ведется работа по поиску НКСБД. Мы, кто знает, кто не знает, с этого года мы начали проведение таких масштабных мероприятий, фестивалей ярмара в Китае. В преддверии Нового года китайского, в конце января текущего года, мы в одной из провинций, в Ляунине, в двух городах Шиньян и Даляне провели такие, ну, в интернете можете посмотреть, там достаточно так, помпезно, с точки зрения представленности и с точки зрения продаж эти мероприятия проходили. Мы привлекали, ну, например, в Шиньян у нас приезжала известная российская фигуристка Анна Щербакова, которая очень популярна в Китае, и ее присутствие сразу дало там порядковый рост продаж, более чем в 10 раз. Недавно вот сейчас на российско-китайском Экспо в Харбине, где президент Российской Федерации был, значит, мы тоже организовали продажу продукции наших резидентов-павильонов, причем сразу в нескольких точках, точках как на самом Экспо, так отдельно на самой проходимой улице Арбат, так называемой в Харбине, значит, тоже поставили такой временный павильон, где продавалась продукция. И мы вот эти фестивали-ярмарки планируем проводить несколько раз в год, чтобы охватить все провинции Китая. Соответственно, для наших резидентов это тоже такой хороший инструмент и хорошая возможность, в том числе и для предприятий МСП, познакомить со своей продукцией китайского потребителя, ну и реально продать, потому что сметают практически весь ассортимент, ассортимент только пополняет запасы продукции со спортом. Это тоже важно, и вот в рамках этих фестивалей-ярмарок и вот такие павильоны на Арбатах мы планируем делать продажу, кроме зимы, значит, в остальное время раз в месяц, хотя бы там раз в два месяца, чтобы туда наша продукция продавалась. И вот представьте, если это будет периодически делаться во всех провинциях Китая, ну, то есть это, а мы планируем это в течение года-полутора, эту экспансию закончить. Вот это хороший такой инструмент для того, чтобы вашу продукцию узнали, и она была продана. И, соответственно, вот здесь сделано в России является уже практически обязательным сертификатом, потому что мы во всех этих точках продаж вешаем птичку, как зонтичный бренд, и позиционируем, что вся продукция, которая здесь продается, она продается под брендом, сделанного в России. Кроме того, здесь вот еще хотел отметить, в рамках этих фестивалей ярмара мы можем продавать не только пищевую продукцию. То есть вот мы были, значит, с Эдам Рейфчем посетили несколько производств на прошлой неделе, в том числе и я вот видел коллега, представляющий косметическую компанию. Эта продукция тоже в рамках этой торговли тоже может продаваться, если она брендирована, сделана в России. Не кривя душой, наверное, скажу, что продвижение через павильоны и через наши фестивали ярмарки в Китае дает результат от крупных компаний, Балтика, Объединенные кондитеры. Очень хорошие отзывы, в том числе и оправдываются их ожидания, поэтому приглашаем присоединиться. У нас по двум...